Магомед Явлоев Магомед Явлоев Магомед Явлоев Магомед Явлоев lors меня оказались в пилы , где я Quantum БайкшCO , где я могу сказать это то что , когда я могу с� fait , я истинно вознав ? яengo Davo . я и я кричать кит droги потому что пройдешь в тельки в каше и ты так сказал лив Kara с лимой . раньше пошел на боу . Власти республики, религиозные и общественные деятели призывали не разжигать межнациональную рознь и не поддаваться на провокации. Власти республики, религиозные и общественные деятели призывали не разжигать межнациональную рознь и не поддаваться на провокации. Напомню, погибшие Ислам Эльмурзеев и Адам Алмазов работали сотрудниками охраны бизнес-центра Wildberries в Москве. Еще трое жителей Ингушетии – спортсмены Абуба Карместоев, Рашид Кадзоев и Бекхан Аздоев – получили ранения и проходят лечение в московских больницах. Сегодня в Ингу состоялось открытие школы фермера. Теперь любой желающий житель региона может обучиться по направлениям садоводства, растениеводства и животноводства. Программа обучения включает теоретические знания с ведущими специалистами и практические кейсы на агропромышленных предприятиях Ингушетии. В торжественной церемонии открытия принял участие премьер-министр Владимир Сластенин. Он открыл школу фермеров. По его мнению, школа способствует экономическому развитию региона, поддержке предпринимателей, повышению уровня агротехнологии и развитию кадров. Надо сказать, что в последнее время Ингушетии активно развивается всякого вида школы, это и этих технологий. Сегодня мы открываем тоже школу фермеров. Это подготовка профессионалов. Вы знаете, что за последние пять лет у нас очень развился именно сектор сельского хозяйства. Мы, если там пять лет назад урожайность была 12 гектаров, сейчас мы до 40 дошли, собираем больше 200 тысяч тонн зерновых. У нас появилась мясомолочная продукция, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. До недавнего времени у нас даже пустые были овчарные. Сейчас количество и КРС, и мелкого выросли очень, несколько раз. Последнее – это создание молочного производства. Поэтому у нас теперь есть молочное производство, которое не только молоко вывозится из республики, но и там запущено производство молочных изделий. Поэтому на сегодняшний день требуют специалисты. И благодаря совместной работе с Россельхозбанком сегодня открывается вот такая вот школа фермеров. Это дополнительное образование людей, а самое главное – это подготовка крупных специалистов, технологов. Рабочие, если профессии есть, вот таких как технологи мы постоянно привлекаем из-за границ нашей республики. Для этого вот создается сегодня такое открытие. Сотрудники филиала Рослесозащиты провели наземные наблюдения за состоянием лесного фонда в Назрановском районе. Обследования проводились на восьми участках общей площадью более 198 гектаров. Здесь растут ясеневые насаждения. Главной целью подобных мероприятий выступает сбор и уточнение информации о санитарном или сапатологическом состоянии лесных участков. Собранные сведения будут использованы в дальнейшем при разработке плана мероприятий по уходу за лесами на территории Ингушетии. Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, а также прогноз социально-экономического развития и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на эти годы. Приоритетами бюджета, которые ранее называл министр финансов России Антон Силуанов, будут технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента. Минэк обсуждает с туристическим сообществом внесение изменений в профильный закон об основах туристической деятельности в России, которые уточнят правила отмены НДС на услуги внутри страны. Возможность использовать льготу есть у туроператора, который является плательщиком НДС, а также формирует и реализует туристический продукт в сфере внутреннего туризма, пояснили в Минэке. В соответствии с пунктом 39 части 3 статьи 149 Налогового кодекса, отмена НДС распространяется исключительно на реализацию туристических продуктов, включающих услуги по перевозке и размещению. Штрафы за пропаганду Child Free составят до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале. Штрафы за нарушения составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц, написал Володин. Он считает, что дружная и большая семья – это основа сильного государства. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привито почти 18 миллионов 900 тысяч человек, уточнили в ведомстве. Также по итогам последней недели в России зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре. Редактор субтитров А.Семкин